Ростов сегодня это порыв теплотрассы на 2-й Краснодарской улице и новый маршрут 81-го автобуса. Это бой со сульком и 30 тысяч тонн снега вывезено с городских улиц. А также неспокойный и нетрезвый авиапассажир, снятый с московского рейса и 23-летний форточник, укравший 230 тысяч рублей. Ростов сегодня это две с лишним тысячи шагов от шлагбаума до шлагбаума Малиновского моста и отчаянный экстремал посреди дона под мостом западным. А еще разгром, который ростовские футболисты устроили испанскому клубу, прикосновение Будды в Краевеческом музее, солнечный фрукт со старого базара и температурные скачки за окном. Здравствуйте, на первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Самый холодный день зимы не лучшее время, чтобы остаться без отопления и горячей воды. Не повезло жильцам 10 многоэтажек на западном. Ночью на 2-й Краснодарске, неподалеку от дома номер 78, прорвало магистральную трубу тепловой сети. Заведутся работы в Ростовском тепловыми сетями по устранению дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 500 миллиметров. В настоящий момент выполнены работы по разрытию и откачке. Открыт один лоток. Выполняются работы по разрытию и демонтажу второго лотка. Дефект произошел на стыке двух лотков. Этот участок уже ремонтировался летом, а затем и осенью, рассказывают местные жители. Сейчас на месте порыва теплотрассы работают аварийные службы. Схемы теплоснабжения временно изменены, чтобы сократить количество отключений. Но даже со всеми принятыми мерами подача тепла и горячей воды будет ограничена в 10 жилых домах, пока не устранят порыв. Соцобъекты в зону отключения не попали. Тепло в квартиры ростовчан обещают вернуть уже к 8 вечера. А самой горячей новостью, как ни странно, остается снег. Многие гадают, что случится быстрее, его уборка или таяние. Но администрация сдаваться не намерена. Уже вывезла на полигон больше 30 тысяч тонн снега. На городских улицах круглосуточно работают 600 дворников и 290 единиц техники. В снегоуборочный рейд отправилась и наша съемочная группа. Больше 8 тысяч тонн снега, что сравнимо с весом Эйфелевой башни, вывезли на этот белый склад за последние три дня. Поставки идут со всего Ворошиловского района. Один из поставщиков снега – это двор на Волково. Здесь в борьбе между погодой и управляющей компанией жильцы отмечают особое упорство последней. Во время снегопада я даже смеялся. Они прямо чистили. Снег идет, они чистят бедные. Потом он кончился, они опять чистят. И рано утром вышли. Почему так жесток снег разводят руками в этом дворе центра города? Здесь стихия явно держала верх. И управляющую компанию ждут санкции, предупреждает глава администрации Кировского района. Здесь дорожки не прощищают. Если мы с вами чуть-чуть немножко отойдем, мы увидим, что с козырька даже не снят снег. А если мы поднимем голову еще наверх, то мы видим еще более страшные вещи. Мы видим сосуды, уже начали образовываться. Дороги-то почищены хорошо. Плохо, что парковочные места, вот эти, все засыпаны снегом, не заедешь. А так дороги нормальные, главные дороги хорошие. Иногда и люди, и техника просто бессильны. Чистить тротуары и дороги мешает припаркованный транспорт, порой круглосуточно. Весь снег, который отошел от расчистки, перешел к бордюрному камню и к тротуарам, по которым сложно ходить. И мы от общественной палаты хотим обратиться к жителям города, в основном к автомобилистам, чтобы убирали, не бросали на парковочных пространствах автомобили. Городская администрация уверяет, уборочной техники хватает. В случае чего на помощь приходят подрядчики. В три дня произвели вывоз снега более 30 тысяч тонн на территории города Ростова-на-Дону. Для сравнения, в прошлом году за первую половину зимы мы вывезли более 10 тысяч тонн снега. То есть мы сейчас за три дня вывезли снега в три раза больше, чем за половину зимы прошлого года. Парки, скверы, тротуары и автодороги убирают город, дворы, подходы к домам, управляющие организации. А территории предприятий, торговых центров и магазинов – их собственники. Если у жителей есть вопросы по уборке снега, задать их можно, обратившись в диспетчерские службы районов. Телефоны есть на официальном сайте администрации Ростова. Юлия Сурикова, Артем Тарасов, Юрий Санкин. Первый. Ростовский. Обещанному синоптиками скорому потеплению коммунальщики совсем не рады. Все дело в сосульках, которыми уже обвешаны ростовские крыши. Рабочим приходится бороться с наледью вручную. Причем начинают они этим заниматься накануне резкой смены погоды. Завтра, я думаю, будет намного напряженнее, потому что ожидается резкое потепление, ночью заморозки. Сегодня как бы это только первый этап, скажем так. Проверка готовности служб, но это проводится постоянно, постоянная остановка. Тем временем врачи и спасатели напоминают о дистанции и просят держаться подальше от балконов и крыш. Застолье длиной почти тысячу километров. Это когда начал пить еще в Москве, а закончил только над Ростовом. Пока самолет набирал высоту, авиапассажир ночного рейса набрался сам. Так что выходить из самолета в аэропорту Платов ему помогали полицейские. Также в сводке Ростовского городового сегодня форточник, обчистивший квартиру ростовчанки, и несчастный случай при очистке крыши пятиэтажки от снега. Татьяна Цепелева расскажет подробнее. Ростовский городовой на страже информации о самом заметном в хронике происшествий расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. В аэропорту Платов с борта самолета сняли очередного нарушителя спокойствия. Мужчина, видимо, настолько боится летать, что решил от Москвы до Ростова уйти в небытие и распивал спиртное. Просьбы членов экипажа успокоиться и перестать употреблять алкоголь на мужчину не повлияли. Зато появившиеся на борту самолета полицейские оказались более убедительными. Нарушителем спокойствия оказался 30-летний житель Нефтьюганска. Теперь вместо прогулок по Ростову-на-Дону ему грозит до 15 суток ареста. В отношении данного гражданина составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, потребление и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. На улице Сержантова в Ростове-на-Дону с крыши пятиэтажного дома упал мужчина, но чудом остался жив. По словам очевидцев, он пытался расчистить снег с крыши. Но единственной его страховкой была веревка, которую он неправильно закрепил к ограждению. И в самый неподходящий момент она развязалась. Сейчас 28-летний мужчина находится в больнице. Региональный следственный комитет начал проверку. Житель Батайска проник в частный дом через окно и украл у хозяйки, пока той не было дома, деньги и золотые украшения на 230 тысяч рублей. Пропажу женщина заметила почти сразу и обратилась в полицию. Форточника удалось найти по горячим следам. Им оказался 23-летний, ранее судимый местный житель. Но вот добычи при нем уже не было. Украшения он сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 3, ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. И на этом у меня все. До встречи. За последние сутки в регионе подтверждены 390 случаев заболевания коронавируса. 142 положительных теста приходится на Ростов. В Таганроге 13, 11 в Новошахтинске. Каждый пят инфицированный из группы риска 65+. Увеличилась доля детей, почти 7%. 25 человек умерли. 13 женщин от 36 до 88 лет и 12 мужчин от 50 до 82 лет. Все с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Еще 327 человек выздоровели. В целом же по стране за последние сутки вылечились почти 27 тысяч пациентов. Заболевших около 22 тысяч. Умерших 612. А мы продолжаем следить за событиями вокруг моста Малиновского. И вот последние новости. Демонтировано уже 12 балок пролетостроений. Тем временем наш корреспондент Иван Полехин приобщился к массовому шествию по мосту и даже посчитал сколько шагов от шлагбаума до шлагбаума. Место встречи сотен ростовчан. Нет, здесь нет никакой городской достопримечательности. И тем не менее, именно этот участок улицы Малиновского сейчас, наверное, самое популярное место Донской столицы. Несколько раз перейти мост – главная забава для жителей окрестных районов. 2228, 2229, 2030. Ну вот приблизительно, 2030 шагов нужно сделать ростовчанину, чтобы перейти с той стороны моста до этой стороны моста, от шлагбаума до шлагбаума. Вот такой фитнес. Тех, кто осилил переход, ждет маршрутное такси, которое отвезет куда нужно. Мостостроители пытаются ускорить процесс возведения, чтобы такой вынужденной физкультурой горожане занимались пореже. Но процесс тормозит один нюанс. Сейчас идет разборка пролетов старого моста, как раз над железной дорогой. И работать можно только во временных окнах между движением электричек. Демонтировано на данный момент, сейчас скажу, 12 баллов пролетов строения. Сейчас у нас, получается, в пролете 3 состоит 6 баллов пролетов строения, которые нужно демонтировать, необходимо в пролете 2 5 баллов пролетов строения. И в пролете 1, получается, тоже 5 баллов пролетов строения. Полностью демонтировать старый мост рабочие планируют в течение двух недель. В то же время полным ходом идет возведение нового участка. Монтируются пролетные строения, разбираются здания, которые выкуплены у собственников и находятся на месте будущего путепровода. Маршруты объезда городские власти тоже привели в нормативный вид. Все маршруты объезда, которые заявлял город, такие как Таганрогское шоссе, Вавилово, площадь 2-й Пятилетки, Шибалдаева, Немировича-Данченко, Буденовский, Змеевская балка, Нансена, Мадаяна, Даватора. И все-все эти улицы первой категории приведены в хорошее состояние. Состояние покрытия на этих улицах может быть и хорошее, но там до сих пор возникают трудности с проездом. А значит, горожане очень ждут открытия заветного моста. Строители пообещали сделать все от них зависящее, конечно, соблюдая всю технологию производства. Иван Полехин, Максим Шапошников, Первый Ростовский. Изменить схему движения 81-го автобуса предложил городской департамент транспорта. Как сообщается, новый маршрут разработан по просьбам горожан и более удобен для жителей Суворовского и жилого комплекса Красный Оксай. Но чтобы 81-й автобус начал ездить по-новому, решения должны поддержать горожане. На сервисе «Активный ростовчанин» уже идет голосование. Сейчас автобус ходит по улице Нансена между проспектами Михаила Нагибина и Театральным. Если примут новую схему, то маршрут пройдет по Текучево, до ЖК Красный Оксай и обратно по Красноармейской на Суворовский. В полку снегоуборочной техники прибыло. Только это не спецмашина коммунальщиков, а обычный УАЗик. Ростовский Кулибин прицепил к нему снегоуборочный ковш. Его заметили ростовчане и наш интернет-корреспондент Екатерина Лободина. Она уже в студии готова рассказать, чем еще заинтересовались ростовчане в сети. Активно обсуждали мужчину, который вышел на середину дона под западным мостом. А еще пользователи комментировали проделки коммунальщиков, которые засыпали железнодорожный путь. Подробности расскажу прямо сейчас. Слабоумие и отвага. Экстремал вышел по льду на середину дона под западным мостом. Очевидцы его заметили, но возвращать на берег не стали, а сняли видео для всеобщего осуждения. А потом спасатели тратят свое время, вылавливая таких персонажей. Для тех, кому жизнь своя недорога, услуга МЧС должна быть платной. Нашлись заступники героя видео. С таким морозом можно туда выходить, ничего с ним не случится. Кого-то даже вдохновило видео переделать известную песню. Между нами тает лед, МЧС меня не найдет. Уазик спешит на помощь коммунальщикам. На борьбу с небывалым снегом вышла невиданная техника. Владелец Уазика оборудовал свой внедорожник ковшом. Наверное, ему надоело бегать с лопаты и расчищать выезд. А что удобно, и главное, руки не отморозишь. Многих пользователей такая модификация восхитила. Ничего себе кулибин, УАЗ все может, и даже расчищает снег. Но кто-то побеспокоился, все ли чисто в документах. Внес изменения в конструкцию, а оформил ли документально. Скажут, что асфальт испортил. Штраф катают, да еще и регистрацию приостановят до устранения. Грамоту точно не дадут. Пост недовольства посвящен коммунальным службам. Очевидец снял видео и написал. Вот так ЖКХ вывозит снег. Заехали, выгрузили на ЖД путь, который идет от парка Островского до станции Ростов-Товарный. Теперь тут не то, что поезд не проедет, но и люди не пройдут. Кто-то поделился похожей проблемой. Такую же кучу снега выбросили на Буденовском перед выездом со двора жилого дома. Нанимали людей, чтобы расчистить путь. Но некоторые вступились за ЖКХ. А где там рельсы? Это заправки выгрузили снег туда. А вы на коммунальные службы наговаривайте. Такой улов интернет-новостей на сегодня. Что еще принесут ростовские сети? Покажем завтра. Коллеги, передаю слово. Спасибо, Катя. А мы продолжаем. Неутешительные результаты принес третий день чемпионата России по греко-римской борьбе донским спортсменам. И родные стены не помогли. Вопреки ожиданиям, единственную медаль завоевал Александр Чехиркин. Но есть сегодня и хорошие спортивные новости, о которых нам расскажет наш спортивный корреспондент Марина Черных. Добрый вечер, коллеги. Да, результат донских борцов, конечно, расстроил. Но я поздравляю Александра Чехиркина с бронзой. А также Рамазана Абачараева. Он в весовой категории до 82 килограммов тоже принес нам бронзу. И это новости уже сегодняшнего, четвертого соревновательного дня. Что касается других видов спорта, порадовали ростовчан футболисты, сыгравшие накануне первый контрольный матч. Первым на пути к весенней части сезона Ростову выпал испанский Альхисирас. Клуб не особо именитый, выступающий во втором по значимости испанском дивизионе практически всю свою историю. В нем нет ни одного известного футболиста, кроме, пожалуй, главного тренера Сальва Бальеста, в прошлом игрока многих громких испанских клубов. Так что в исходе встречи, в принципе, мало кто сомневался. Ростов сразу завладел преимуществом. Испанцы предпринимали попытки прорвать оборону, но нашу команду выручал Рудаков. А вот вратарь соперника на 26-й минуте своих не спас. После передачи Тугарева Альхисирас реализовал выход 1 на 1. На второй тайм Валерий Карпин полностью обновляет состав. И началось. Первый гол залетает в ворота испанцев на 50-й минуте. Гигович уверенно отправляет мяч в дальний угол. Альхисирас отвечает после углового спустя 11 минут. Но это все, что им удалось. Полос, Байрамян, Обухов, три мяча еще залетает в ворота соперника. И как итог победа 5-1. Первый контрольный матч и вообще первый матч года для Ростова сложился более чем удачно. Ждем следующего. Он пройдет 24 января против Эстерсунда. Никто не сомневался и в победе гонбольного Ростов-Дона над майкопским Агуадыфом. Вопрос был только в том, каким будет счет. В Майкоп не поехали Маиса Писоа, которая продолжает восстанавливаться после травмы. Анна Вяхерева, все еще находящаяся в Норвегии. И приболевшая Галина Габисова. Встреча проходила при абсолютно пустых трибунах. Так что довольствоваться армия донских болельщиков могла только трансляцией с матча. Начался он с активных атак наших девушек, которые и распечатали ворота на второй минуте. Но хозяйки быстро сравнялись и даже вышли вперед. И держались лидерами вплоть до шестой минуты. После чего лидерство пришлось отдать своим более опытным соперницам. Ростов-Дон постепенно набирает обороты. И за последние 10 минут времени тайма не дают хозяйкам забросить ни одного мяча. На перерыв наши девушки уходят с двойным преимуществом 16-8. С таким заделом второй тайм уже проходит предсказуемо. Преодолеть эту пропасть и сократить отрыв, как ни стараются, майкопчанки не могут. Он только растет. У ростовчанок получают свое время молодежь и показывают неплохую игру. Итог встречи разгромный 29-19. Ростов-Дон продолжает возглавлять турнирную таблицу. Теперь 27 января наш гандбольный клуб встретится с идущей третьей Тольяттинской «Лады». Матч пройдет в Ростовском дворце спорта. Статуи Будды, ритуальные чаши для подношений, маски и украшения, скульптуры, прошедшие обряд освещения ламами. В Ростовском краеведческом музее можно ощутить прикосновения Будды. Так назвали выставку, собранную из частных коллекций. Историю буддийского искусства из Непала и Тибета познала наш культурный обозреватель Галина Белоусова. В Большом зале сразу обращает на себя внимание алтарь. Здесь и статуя Будды Шакьямуни, и восемь чаш для подношений. Их наполнили рисом, обязательно фрукты и свечи, курильница с благовониями и ритуальный колокольчик. Вся экспозиция размещена особым образом. Скульптуры освещены ламами, и ставить их где заблагорассудиться нельзя. Они должны стоять по отношению к нам высоко, как правило, выше пояса. Конечно, вы, наверное, слышали о главной буддийской мантре «Ом мани падми хум», которая переводится дословно как «обращение к Будде». «Приветствую тебя, драгоценность, в лотосе». И почему в лотосе? Легенда гласит, что когда родился Будда, то там, где он ступал, вырастали лотосы. А эта раковина – одно из сокровищ буддизма. Ее используют как музыкальный инструмент, можно трубить. Звук означает распространение учения Будды по всему миру. После Будды принято считать еще одну сущность, главенствующую в буддизме. Это женская сущность. Здесь представлены две скульптуры. Это зеленая тара и белая. Зеленая тара стремится на помощь сраждущим. Ее всегда изображают спускающиеся с лотоса правой ногой. Белая тара – всевидящая. И ее узнаем сразу, потому что у нее семь глаз. А вот и символы буддизма. Их восемь. Это зонтик, золотые рыбы, ваза с драгоценностями, раковина, о которой мы уже говорили. Далее бесконечный узел и лотос – символ чистоты, знамя. И обособленно стоит чуть далее колесо сансары – один из главных символов буддизма. И еще обратим внимание на следующее. Буддисты развешивают молитвенные флажки с мантрами, благими пожеланиями. Считается, что когда их развивает ветер, он разносит добрые слова по всему миру. Каждый цвет символизирует одну из стихий. Землю желтой, воду зеленый, огонь красный, воздух и ветер белый, а небо синий. Ощутить прикосновения Будды в Краевическом музее можно будет до 21 февраля. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Сегодня во всем мире отмечают Международный день объятий. Кажется, это то, чего нам в последний год не хватает больше всего. Ведь при соблюдении дистанции в полтора метра обниматься, мягко говоря, сложно. А как часто ростовчане забывают об этом правиле и все же обнимают своих ближних? Мы спросили у них самих. Международный день объятий. Расскажите, пожалуйста, как вы выражаете свои чувства к родственникам, к друзьям в это время, когда нужно соблюдать социальную дистанцию и остальные меры предосторожности? В маске обязательно, только в маске, с антисептиком, но обнимаемся обязательно. Без объятий никак. Нужно обязательно обниматься. В зависимости от того, кто они. Студентам один подход, женой, если на карантине оба, то другой подход. То есть в зависимости от ситуации, кто где вращается. Они вызывают определенные эмоции. Не зря же мы животных прижимаем к себе. И люди, это инстинкт такой животных. Обнимаюсь, как и раньше, и без масок. Не боитесь? Ну, своих-то я не боюсь. Ну, а так прививку надо сделать, потом будет обниматься легче. Я немножко уже и переболела вообще. Ну, как я выражаю свою любовь близким? Я бабушка. Поэтому я им готовлю. Пеку блины, пеку пироги. Я думаю, что... Ну, обнимаемся мы тоже, без маски. Для чего вообще нужны объятия, по вашему мнению? И нужны ли они в принципе? Нужно вырабатывать окситоцин, повышается настроение. Людям хорошо. Испробовано на себе, да? Конечно. Несчастную любовь этот фрукт символизирует в Испании. Кислый европеец продается и на нашем старом базаре. На рынке идет бойкая торговля за любовь покупателей между колоритными фруктами из восточных стран и утонченными испанцами. Мы говорим о лимонах. О подробности у нашего рыночного обозревателя Олеси Слынько. Олеси Слынько. Сегодня на Старом базаре. Вот это лимон самый лучший, самый вкусный лимон. И коронавирус очень хорошо помогает. Сахарный диабет хорошо помогает. Отдавление хорошо помогает. Продавцы приписывают этому цитрусу удивительные свойства. Хотя ударной дозой витамина С, которая содержится в лимоне, можно запросто победить простуду. При коронавирусе как всего принимать? При коронавирусе вообще абхазский и узбекский. А как каждый день нужно есть? Да, каждый день. Каждый день 2-3 лимона вообще очень хорошо помогает. Конечно, прибегать к такому народному рецепту лучше посоветовавшись со своим врачом. Узбекские лимоны зашли на Старый базар всего год назад. Восточный сорт очень понравился ростовчанам и продавцам. Вот это именно лимон, это узбекский. Это на данный момент считается самым лучшим. Есть испанские, есть турецкие, есть абхазские. Это тоже абхазский лимон на любителях. Он с каким-то горчинкой идет. И много косочек. В России 17 века лимон могли позволить себе только очень обеспеченные люди. Солнечные фрукты привозили из Голландии. А сейчас можно подобрать самый кислый, полезный цитрус на любой кошелек. Популярный узбекский стоит от 60 рублей за штуку. Его восточный брат из Турции уступает полцены. Его отдают за 30. У нас сейчас много таких людей, которые, как вам сказать, безденежные. Им бы, конечно, и подешевле пойдет. И на чай, и также нарезали, сахарком пересыпали. Также могут ложечкой покушать. А кто побогаче живет, тот старается такие лимоны. То есть узбекские. Сам Сергей с овощной фамилией Капустин торгует исключительно фруктами и больше всего любит насыщенный кислый вкус солнечного цитруса. Я, я сам лично ем лимоны любой стороны, как яблоки. То есть шкуруку снимаю, съел и все. Они полезны. Но, опять-таки, это если пониженная кислотность. У кого повышенная кислотность, тот не сможет этого сделать. При одном только виде, когда очистишь шкуру, уже начинаю раскомать. Сергей может съесть пять штук за раз. Говорит, чем кислее, тем вкуснее. А некоторые в лимоне ценят больше цедру. Правда, шкурка потолще может надежно скрыть непрезентабельную мякоть. Вот водяблон свежий, все, а внутри он будет сухой. Как вам объяснить? Вообще сухой. Теплолюбивый лимон легко выдержит прохладу холодильника. Именно там сохранится лучше всего. Кстати, в Испании он символизирует неразделенную безответную любовь. Но так точно не скажешь про отношение к лимону ростовчан. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Первый ростовский. Из крайности в крайность. Ростовская зима никак не определится. То ли быть теплой, то ли красивой. Так что за небывалыми морозами уже маячат температурные плюсы. Времени на раскачку нет. Температурный разгон начнется в считанные часы. Об этом расскажет наш природный корреспондент Вера Данилиди. А заодно узнает, много ли в Ростове метеозависимых людей. Ростовчане всем привет. На улице по-прежнему ох, как морозно. На термометре минус 22 градуса. Ощущается это, как ни странно, точно так же, как минус 22 градуса. Погода уже четвертый день испытывает нас на морозоустойчивость. Мне кажется, мы справляемся, а помогает нам ветер, который разгоняется не сильно. Сегодня всего 2 метра в секунду. Завтра минус 22 градуса превратятся в ноль. Согласитесь, перепад очень серьезный. И метеозависимые люди, скорее всего, почувствуют на себе эти изменения. Кстати, среди ростовчан много метеозависимых людей? Давайте сейчас узнаем. Конечно, сильный перепад. Пострадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И думаю, ну вообще те, у кого слабые сосуды, очень сильно почувствуют. Нет, ну свобода вы себя чувствуете. Точно? Точно. Я уже вчера чувствовала это. У меня болела голова и плохое самочувствие. Это, наверное, все люди чувствуют нормально, живые. Пожалуй, нет. Явных проявлений нет. Ну вот когда ветер, дождь, да, а вот такую погоду нет. У меня состояние меняется. Я вот очень чувствую. Что, например, если вот при морозах я себя очень плохо чувствую, у меня давление. Сейчас чего-то идет понижение. Опять то же самое история. Тут магнитные очень. У меня бывает голова болит. Это на какую именно погоду? Ой, ну не знаю. Ну когда резкие перепады, наверное, тепло к холоду. И наоборот. Давление, да. Немножко давление скачет. А так все хорошо. Может, другими не страдаю? Нет. Никогда не ощущаю? Никогда не ощущаю. Мнения разделились. И метеочувствительным, и более стойким к перепадам температур я одинаково желаю здоровья и комфортной погоды. А мы переходим к цифрам. В пятницу плюс победит минус. По прогнозу днем уже плюс пять, ночью плюс три. Небо будет пасмурное. Мороз уходит, а юго-западный ветер наберет обороты и разгонится до пяти метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы – 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 86%. Магнитное поле – спокойное. Световой день начнется без трех минут восемь, а потемнеет в 17.07. В Москве к концу недели тоже потеплеет. Днем – ноль, ночью – минус один. И небольшой снег. Следите за своим здоровьем, пейте горячий чай и будьте в хорошем настроении. Подготовила прогноз на пятницу я, Вера Данилидя. Пока-пока! Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Сегодня в студии были Алина Николаева и Рубен Данов. Всего доброго! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!